МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конечно, если сравнивать в цифровом выражении, то особо мы, наверное, в этом плане не отличаемся от других субъектов Федерации нашей Великой России. Но, тем не менее, мы полагаем, что то число преступлений, зарегистрированных в отношении несовершеннолетних, оно достаточно высоко. Но это наша субъективная оценка. В идеале, конечно, надо стремиться к тому, что их вообще не было. Но, к сожалению, хоть и небольшими темпами на уровень преступности или число преступных деяний, направленных против несовершеннолетних, возрастает. Возрастает. Если же говорить о той категории преступлений, или, точнее, дел, которые находятся в нашем производстве, и эти преступления совершены несовершеннолетними, то вот здесь вот, как раз, наверное, с того, чего я начал, моя информация будет неполной, потому что мы расследуем не все дела, которые... преступления, которые совершаются несовершеннолетними, мы расследуем лишь только уголовные дела. О преступлениях, совершенных несовершеннолетними, если не относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений. Ну и, опять-таки, вынужден констатировать, что и даже тот вот маленький кусочек вот этих уголовных дел, он позволяет нам говорить о том, что и здесь не все было положено. Какие преступления совершаются чаще всего? Прослеживается яркая корыстная направленность преступлений. Кражи, грабежи, угоны автотранспорта. Причем, если вот шире развивать эту тему, эти преступления нередко, в большинстве, наверное, своем, совершаются группами несовершеннолетних. Ну, а преступления, которые совершаются в отношении несовершеннолетних, ну, здесь, естественно, в отношении несовершеннолетнего экономическое какое-то преступление совершить просто невозможно. Естественно, тут надо говорить о том, что в отношении несовершеннолетних у нас, к сожалению, совершаются убийства, причиняется тяжкий вред повлекшей смерти потерпевшего и, значит, изнасилование. То есть вот такие насильственные составы преступлений, ну, что, для примера, для кого ходить, наверное, не надо. Все, наверное, помнят, и зрители, в том числе. Вот это вопиющий, шутчайший случай, значит, убийство под сиднем трех малолетних детей, каким-то любым, которые покоят жизнь самоубийствами, и мы делаем на этом основе приключения. Ну вот так. Ну а вообще как-то удается подобное преступление как-то пресечь их? Статья 158 УПК требует от следователя не только установить факт преступления, не только установить виновное лицо в совершении преступления, но и установить условия, обстоятельства и условия, способствующие совершению этого преступления и принять необходимые меры. Путем внесения представлений органы, в данном случае будем говорить, органы, занимающиеся профилактикой преступности, безнадзорности несовершеннолетних. Примерно с год назад по нашей просьбе мой первый заместитель, заместитель архозник от СССР является членом Республиканской комиссии по делам нешеннолетних. Предложение свое высказывано этой комиссии, то есть в таком оперативном плане, и комиссия принимает соответствующие меры, чтобы преступления подобные не случались. Сейчас очень часто дети испытывают так называемый прессинг, да, как это говорится, в школе где-то. Куда обращаться родителям, когда они заметили подобное? И вообще, что может, как можно наказать детей, которые устраивают другим такую нелегкую жизнь? Очень большое здесь значение имеет установление доверительного контакта с несовершеннолетними родителями, опекунами, педагогическим коллективом по месту, так сказать, учебы, по детскому саду. И, кстати, надо сказать, что вот это работает. В любом случае, если родители замечают, что что-то с ребенком происходит в школе, этот вопрос надо обозначить сначала перед классным руководством, перед классным руководителем, перед директором лечебного заведения. Ну, там уже в зависимости от их реакции смотреть. И в зависимости от того, какие последствия вызвали или поимели вот те события, которые в отношениях ребенка были. В некоторых случаях есть необходимость, а это прямо указано в федеральном законе, обращаться в органы полиции, в органы прокуратуры, в органы следственного комитета. У нас не случайно существует телефон доверия. Телефон доверия раз, и ребенок в опасности два. Такие телефоны у нас существуют, они работают в углосуточном режиме. И каждый может позвонить, и вот, допустим, на телефон ребенка в опасности, и там для абонентов ЕТК, там у нас вообще телефон самый простой, 1-2-3 номер телефона. На сегодняшний день, надо прямо сказать, поскольку, может, это уже набило оскомину, но просто вынуждено повторить для понимания. Все мы знаем, прекрасно понимаем, и просто другого быть не должно. И невозможно такое, что дети и старики. Самая уязвимая категория людей. И категория людей, которые за себя-то, в общем-то, постоять не всегда смогут. Одни и те, и другие в силу возраста. Поэтому в любом органе, в любом ведомстве, особенность касается силовой структуры, детей, не только их родители, всегда примут, выслушивают и посоветуют, как поступить в данном случае. Вплоть до привлечения к уголовной ответственности виновных лиц, если там будут установлены признаки состава преступления. Ну и последний вопрос. Вот какие советы вы могли бы дать родителям, чтобы снизить для детей риск стать жертвой преступления? Масса. Мы всегда даем советов. У нас на сайте Следственного управления размещена памятка специально. Как действовать, если вашему ребенку выражает какая-то опасность. Значит, мы регулярно выходим и в детские учреждения, в школы, где рассказываем, вручаем эти памятки. Ну, знаете, недаром так печально вздохнул, да, что, наверное, как это, если вспомнить библейский заповедь, нет пророка в своем Отечественном. К сожалению, наша повседневная практика свидетельствует о том, что в большинстве случаев вот эти печальные события, когда ребенок погибает, когда он становится жертвой преступления, во многом случаются из-за какой-то, ну, нельзя сказать, наверное, что это халатность, халатность уже понятия уголовно наказуемое, ну, какой-то обеспеченности родителей. Я совершенно правильно задаю этот вопрос. Вот если посмотреть и проанализировать так, а мы постоянно этим занимаемся, что многих бед с детьми могло бы не произойти, если бы родители первое, и самое главное, любили своих детей, постоянно бы знали, где... Я не призываю родителей следить там, проявлять мастерство сыска, следить досконально за этими детьми, но надо в первую очередь знать и понимать круг общения своего ребенка, чем он занимается в свободное время. Бывают такие факты, когда в отношении ребенка совершается преступление, а родители, боясь огласки, не сообщают, не заявляют, замалчивают об этом, ну, или по каким-то другим мотивам, что неизбежно приводит к тому, что ребенок становится объектом других противоправных действий. Поэтому вот любить, уважать ребенка, постоянно знать, где, что он делает, с кем находится, и, значит, требовать, вот пусть будет опосредованно, но все-таки конспективно, требовать человеческое к нему отношение. Сторонной окружающей, всеми силами добиваться этого, с использованием педагогических коллективов, семьи и школы, как говорили в старые, в древние времена, ну и, естественно, если необходимо, не стесняться прибегать к помощи правоохранительных структур. Спасибо большое. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. �